Саляму алейкум. Сегодня российская пропаганда запустила очередное ПСО, информационно-пропагандистскую операцию, на которой показано, что якобы воины Збройных Сил Украины, то есть Вооруженных Сил Украины, нарезают на Коране сало. Смотри, забрали сегодня, блядь. А это что такое у вас, блядь? У одного убитого забрали. Доска для нариски у вас, блядь? Так диви, блядь. Все, борода-то что? Хлопило это, блядь? Сало, блядь, на Коране. А потом Кораном растапливают, ну, хворост, скажем так, печь там, что-то, короче, растапливают. Ты нашел? Да, дивись, около баранга. Ой, Коран, Чурбальская книга. Рви ее, сука, будем полить ею. Давай, рви ее, сука, давай. Вот так, добре. О, гори, Чурбальская книга. Вы знаете, вот как все эти пропагандистские ролики, этот сделан абсолютно коряво и тупо. У меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, российские пропагандисты, вы настолько тупые, что не понимаете, что в Украине Коран на украинском языке? Коран, переклад, в смысле, в украинскую мову. На вашем видео Кораны на каком языке? На русском. Да еще и более новые издания, которых нету в Украине. Давным-давно нет в Украине. В Украине уже давно никто не читает Коран на русском языке. Тем более в новейших изданиях. И это первый момент. То есть это ваш первый конкретный ляп, где вы в своих информационных операциях, да, для того, чтобы настроить мусульманский мир против Украины, не можете даже сделать качественную картинку. Настолько вы тупые. Вы берете Коран на русском языке. В то время вот я специально для вас принес украинские издания Корана, которые читают мусульмане и не мусульмане в нашей стране. Преславный Коран, переклад, в смысле, в украинскую мову. Коран, переклад, в смысле, в украинскую мову. Коран, переклад, в арабскую. Скажите мне, вы что, настолько тупые, что вам даже не хватило ума найти перевод Корана на украинском языке? Вы берете и на русских переводах Корана, современных, нарезаете это ваше сало. Вы вырываете страницы из русских переводов Корана, которых можно в Москве, в Питере, где угодно купить, и растапливаете им огонь. А то, как якобы разговаривают украинские солдаты, смеются, ржут даже дети. Потому что, пытаясь как-то показать украинский язык, вы просто садитесь с задницей в лужу. Потому что то, как разговаривают вот эти вот люди на вашем видео, которые прячут свои лица и не показывают свои лица, это не украинский язык. Вот всегда проблема шовинистов россиян в том, что они не знают никакого языка, кроме своего и тот матерный. И, конечно же, они не знают украинскую мову, и поэтому так, как разговаривают на этом видео люди, которые косят под бойцов ЗСУ, это просто смех и грех. Хлопцы, не можете располагать кастаур? Як горит бумага, да? Любой, кто посмотрит это видео, в жизни не поверит, что этот человек говорит украинскую мову на украинском языке. И нам понятно, для чего сделана эта информационно-психологическая операция. До Рамадана осталось с неделя. Вы хотите перед наступлением священного Рамадана кинуть тень на Украину, на вооруженные силы Украины, на мусульман Украины. Но вы просчитались, у Украины есть я, который все ваши пропагандистские ролики просто сотрет в порошок. И мне даже не мешает то, что я сейчас нахожусь в зоне боевых действий и выполняю задачи, боевые задачи по эвакуации наших раненых украинских воинов. Каждый ваш фейк, каждую вашу брехню, вот эти вот абсолютно тупые ваши ролики, где вы не можете даже качественно снять контент, буду разрывать и разбрасывать. И я покажу и расскажу это всему мусульманскому миру. Так что пойдите и утритесь. И особенный позор тем из вас, кто называются мусульмане и разгоняют сейчас в сети этот ролик, называя Украину и украинцев шайтанами, прислужниками сатаны и так далее. Вы, которые распространяете эту откровенную, тупую, коряво сделанную ложь, это вы, приверженцы сатаны. Поэтому я обращаюсь к мусульманам всего мира, думайте главой и внимательно смотрите картинку. Российская брехня никогда не пройдет.